Приветствую вас, Екатерина, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, смотрите, в целом, если вот в целом на вашу ситуацию смотреть, чувствуется какая-то неопределённость, вот что ли, ваша, то есть какая-то неуверенность, мнительность, тревожность, да, вот. Это глобально, я почувствовал это через вот ваше сообщение. И мне кажется, что, наверное, наверное, вам на это нужно обратить внимание. Самое пристальное, потому что, если вы тревожный, если вы мнительный, а вот, если вы, как вот, говорите, пытаетесь жить, там, по правилам и прочее, то, ну, ничего удивительного, что ребёнок у вас захоронится получается, потому что, ну, извините, при наличии тревожности как-то можно сохранить ребёнка, да. Вот. Напротив, я бы даже сказал, что в некотором смысле опасно родить ребёнку, будучи тревожным. Таким образом, ребёнок сам может быть подтвержден тревожным и больным. Вот. Поэтому, если я прав в этих моментах, то на это нужно обратить внимание. Это первое. Второе. Второе. Ну, есть некая мистичность вашего мышления в глобальном смысле, что вы верите в глаз, во всякое такое. Вот. То есть, ну, с точки зрения психологии, опять же, мистичность мышления, это перекладывание ответственности на, вот, ну, на обстоятельства какие-то, да, на, там, ситуации какие-то и прочее, прочее. Вот. То есть, опять же, здесь, вот, как-то, вот, вы, ну, на мой взгляд, а, ну, держите, вот, ответственности, своей, да, вот, и, конечно, не знаю, насколько это, вот, прямо, правда, да, насколько это, а, действительно так, но, вот, то, что, а, что-то такое есть, да, это очевидно. Вот. Вот. Теперь давайте более, а, подробно разберём ваш текст, да, я постараюсь вам дать какие-то комментарии. А, так как моя первая беременность закончилась с выкидышем, мне, правда, не хотелось скрыть свое положение и до последнего хранить тайны, чтобы не сгладить. Вот. Ну, здесь, соответственно, вопрос такой, почему вы считаете, что ваш выкидыш, словно говоря, произошел из того, что ваш сглад выкидыш происходит либо по медицинским моментам и причинам, вот, либо по тому, что вы, опять же, вот, там, условно говоря, а, чересчур, а, ну, тревожитесь, чересчур, а, ну, как-то, вот, волнуетесь, а, чересчур переживаете, вот, и, вообще говоря, как-как-то не расслабляетесь, в общем. Вот. Так что, откуда идея про сглад, да? Вот. Это, да, в большей степени суеверие, да, наверное. Дальше. Ну, опять же, какое значение для вас имеет ребенок? Вот. Какое значение и насколько сильно и почему вам хочется быть матерем? Вот. Какое-то, чрезмерное желание этого, а, несмотря ни на что, тоже является там, а, может являться причиной, по, которым у вас, так сказать, и не получается, а, значит, сохранить, а, ну, ребенка. Вот. Конечно, это не обязательно, не обязательно причиной, а, возможно, другие. А, вот, но, а, такой вариант, он вполне может, по сожалению, быть. Вот. Особенно, если вы, прям, вот, очень сильно хотите, а, ну, чтобы у вас был ребенок. Например. Дальше. Дальше. Идем. Значит, следующее, то, что вы пишете. Подруг лучших у меня две. Пусть это будут М и И. А М звонила, спрашивала, что у меня случилось. Я отвечал, ничего страшного, просто мне уже не мог бы лежать в больнице, старалась переводить темы, чтоб не касаться подробностей. М с пониманием отнеслась к этому, а вот и возникли сложности, и начала расспрашивать, я ответил, что я не хочу ничего говорить, рассказывать, хотя свою беременность, она пять месяцев, значит, хранила от меня. Здесь у вас какая-то, вот, как сказать, конкуренция, да, какая-то обида возникает на подругу за то, что она, вот, от вас сама беременность скрывала. То есть это, ну, в какой-то степени, вероятно, некая среда, да, то есть в вашем, в вашей среде, принято, в вашем окружении, может быть, принято к беременности относиться, ну, как к чему-то вот такому сакральному, да, и подруга вас сейчас скрывает от этого, а вдруг, а вдруг, 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 вдруг что, да, вот, и вы тоже, значит, соответственно, скрываете, вот, а вы, ну, вроде как, я, конечно, в этом не уверен, но вроде как вы обижаетесь на подругу за то, что она, вот, скрывала от вас, вот, правду о том, что она беременна, или нет, или как, вот, сами вы, ну, сами вы делаете вроде как то же, то же, вроде как то же самое, и, как то вот, есть ощущение, что вы, ну, не до конца сформировали, может быть, своё отношение, вот, к тому, что, вот, происходит между, да, вами, и, вот, допустим, то есть беременность, к примеру, и по поводу того, как к этому относиться. Дальше, значит, она обиделась, сказала, я думала, мы подруге, и положила трубку. Ну, вообще говоря, вообще говоря, если она открывала, то для неё это имеет явно такое, знаете, ну, чрезмерное значение, вот, а если для неё это имеет чрезмерное значение, то, ну, оно, так или иначе будет проявляться, это чрезмерное значение, вот, и в данном случае, как мне кажется, это значение и проявилось. Как раз-таки, вот, через желание узнать что-то, то есть, я, когда скрываю систему, да, что-то он не переносит, а когда-то, когда, ну, когда скрываю что-то от него, вот, потому что, ну, тяжело, тяжело достаточно, сейчас какое-то переносит. Дальше, значит, я в Эльбере написал, что не хотела обидеть её чем-то, и всё обязательно поделить, когда будете с чем делиться. Ну, а здесь я, к сожалению, должен констатировать тот факт, что вы не отстояли свою позицию, то есть, вы начали давать, ну, условно говоря, такой, знаете, задний ход, вот, потому что, ну, сказали, что не хотите говорить, и, как бы, продемонстрировали то, что, ну, уверены в себе. А так, начали, как бы, обрадоваться, и продемонстрировали, что в себе вы не уверены, ну, вот, вот, такой, полный мир. И подруга, она это почувствовала, вот, если у неё было желание как-то вас, ну, не знаю, подавить, если у неё было желание за счёт вас самовутвердиться, вот, если она хотела что-то выяснить, то вот такая, ну, как скажем, не цельная позиция, да, дифференцированная, противоречивая, в некотором смысле слова, вот, она, ну, конечно, не делает вам, не делает более, как бы, устойчивый вас, да, вот, и не нравится в глазах подруг, а, скорее, дальше даже, наоборот, вот, делает вас, ээээээ, такой, ещё более виноватой, ещё более уязвимой, ээээ, вот, понимаете, о чём, понимаете, о чём идёт речь, я надеюсь. Дальше. Значит, она мне начала действительно писать слово «тепы да, пожалуйста», и я ей так догадался. Я не знаю, с этим ли все, она стала сказать и минут спустя, у меня произошла, уже потом стало известно, отлойка плаценты в больнице, я пролежал ещё полтора месяца, в итоге отогреться ребенку не получилось. Кто мне не даёт покоя, тот факт, что после этого и мне и так и не позвонили, и не спросила, как я ни разу мне не навестила. Ну, у вас вот к их есть претензии, у вас к их есть претензии, и у вас на самом деле, ну, как мне видится, достаточно много претензий к... и... к... и... у вас прям достаточно много претензий, и... вот у вас с ней... я бы сказал даже что-то вроде, знаете... что-то вроде личного такого... что-то может быть. То есть, вот, ты что-то скрыла, я что-то скрыла, ты обиделась, я обиделась. То есть, вы с ней... ну... фу... как будто бы вы с ней соперничаете, как будто вы с ней конкурируете. Вот. За... ну... 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 за... что-то там, да... за... какие-то... какие-то... вещи... или... просто вы с ней сражаетесь... сражаетесь. Вот. То есть, то есть, нет ощущения, что... а вы... э... вот... ну... что вы именно искренне. А... вот. Хотя, может быть, вас безусловно что-то связывает. Вот. Я... не дерусь... не дерусь об этом судить, судить, но... из того... из того вот, что вы... э... пишете, я могу сделать вот... такой... к сожалению... не самый, наверное, утешительный вывод. Вот. И плюс вас задевают. То есть, э... вот такое ощущение, да, что Изи, она как-бы вас обошла. Очевидно. М, которая не распрашивала, навещала, меня летний вопрос не задавал. А... вот уже прошел год, но я готов обознать ваше мнение на данный статус. Стоит ли мне первый звонить, если вообще этого делать не стоит? А... ну... смотрите. Стоит ли мне первый звонить, да? А... вообще, говоря, первый звонить, э... чтобы... чтобы что? Занять первый... для чего? А... многое зависит от... того... э... ну... что вы хотите. Если вы хотите с ней брать и общаться, вы хотите что-то для нее сделать, если вам... э... ну... если вас, э... условно говоря, там, интересует... э... э... как у нее дела, да, если вы хотите... э... если вас она беспокоит, да, то, да, можно написать, можно позвонить. Вот. Но... если вы... думаете в этом... э... контексте в большей степени о себе, нежели чем о ней, то нет. Наверное, не стоит, потому что она... либо будет вести себя... э... очень так отвлеченно, отстраненно, ожидая, что вы ей что-то должны, и... э... ну... давая вам это понять, что вы... вот... вы ей что-то... именно вы ей что-то должны... э... вот... э... либо она будет вести себя как, ни в чем не бывало, и... вообще делать вид, что у нее ничего не случилось. И в случае если... э... вам... э... э... вот эта ситуация, которая произошла, э... была... неприятна, да, вот... э... то... э... это лишь только усугубить э... положение, да, усугубить, до э... 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 И уж точно не сделает вас, ну, более счастливой. Дальше, есть ли в этом какая-то моя вина? Вина за, извините, что? То есть, я не очень вот этот момент понял, если честно. Вина за что? Вина перед кем вина? Вина перед подругой? Вина за что? Давайте разберемся, какие требования вы к себе предъявляете, из чего стоит ваша вина, почему вы допустили, что можете быть в чем-то виноваты. Вот. У вас есть ответственность здесь, в данном случае. Ответственность заключается в том, что вы предпочли что-то скрыть. Вот, ну да, да, это, это правда, это ваша ответственность. Это правда. Это так. Но, говорить о том, что вы виноваты за то, что это делает, за то, что поступили так. Нет. Я думаю, что, вряд ли, именно вина. Но, важно другое. Важно другое. Важно то, что вы себя считаете виноватым, виноватой. Важно то, что вы, как бы, допускаете то, что можете быть виноватым. В этот момент он очень важен, потому что вина, она, ну, в какой-то степени и составляет, с одной стороны, тревожность, тревожность и неверенность в себе. А с другой стороны, а, ну, такую вот, неопределенность образа для других людей. То есть, вам и поступите, а, вот, как-то хочется. А, ну, по отношению, вот, например, к той или иной ситуации. Но, в то же время, чувство вины вам, ну, явно не позволяет, что то сделать. И, вряд ли, от этого вы, ну, становитесь более свободны. Вот. Чувство вины идет родом из детства и представляет из себя не совсем адекватные, скажем так, требования к себе. А, ну, к примеру, к примеру, к примеру, те, вот, правила, о которых вы им сказали, ну, какое-то время назад, вот, в конце вы его сообщили. Вот, какие чувства, эти правила у вас, вот, когда вы говорите по правилам. Я показал, что это больше, знаете, такое принуждение, как будто. То есть, как будто вы себя, вот, принуждаете уже по правилам. Вот. Вот. Я, там, должна, ну, обязательно, там, что-то изменить. То есть, должна. Соответственно, не то, что хочу, а должна. Вот. Ну, на самом деле, это работает немножко, вот, это работает немножко не так. Вы можете извиниться, если этого хотите, да? Вот. Вы можете извиниться, если вам этого хочется. Как положено? Получается, что вы делаете это, вот, ну, как-то, вот, ну, не знаю, вне зависимости от того, хочется вам этого или нет. Вот. Это, вот, в какой-то степени, все-таки, выступает негативной тенденцией здесь. Ну, и плюс, очевидно, что вы сам-сами себе не доверяете. Сразу стараюсь служить по правилам. Извиняюсь, если обидела помогать людям. Но, опять же, это звучит, как некая установка извне. Понимаете? То есть, это не звучит так, что я вот, например, помогаю, потому что хочу помочь, да? И все это, значит, обидело. То есть, вы не можете обидеть другого человека. То есть, что такое обида? Вот. Просто подумайте, обидеть, когда другому человеку что-то неприятно. Ну, хорошо. Другому человеку что-то неприятно. А вы? Как, вот, как вы в этой ситуации выглядите? Вот то, что человеку неприятно, вы хотели делать или нет? Если вы хотели, то вас стоит менять. Тут нужно, скорее, просто донести до человека, до человека, что, ну, что, с вашей какой-то вот целью, да, не было, там, к примеру, там, ну, причинить вред. Что вашей целью было просто, ну, свои интересы, допустим, реализовать. Вот. Это справедливо. То есть, видите, вы, вот здесь, мне кажется, чуть-чуть чур ограничиваете свою свободу, да, а это вот, к сожалению, негативно. Сказывается на вас, на вашей тревожностью. Вот. И, я так думаю, что, в том числе, из-за этого, может быть, у вас есть, вот, проблема с тем, чтобы сохранить ребенка. Ну, я не говорю, что именно из-за этого. То есть, вы, вы не думаете, что я, вот, сейчас, какую-то истину в последнем станции говорю, да, вот, просто ситуация очень, ну, не хватает деталей. Например, какое общение было между вами и вашими подругами до этой ситуации, вот. Ну, вот, до того, как это всё произошло. Что вас объединяло, например, что вас, ну, что вас связывало, вот, а связывало ли вас вообще что-то, да. То есть, это всё очень важный момент. И, от того, какой контекст ваших отношений, и должно, на мой взгляд, зависеть ваше дальнейшее поведение. А не так, что, вот, мы с вами с вами увидели, там, кусочек вашей жизни, и что-то про это говорит. Вот. Ну, мне кажется, что это очень, очень, эм, обесценивающее по отношению к вам. Вот. Ну, и, кажется, так, мы не ответим на ваш вопрос. Ну, и отношения с мужем, конечно, тоже необходимо корректировать, потому что, что с ребенком она, в том числе, и в ваших взаимоотношениях, и в ваших взаимоотношениях с мужем вырастает. Ну, вырисовывается. Ну, в этом всё, Екатерина. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok